Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Илья Шабанов и сегодня в нашей студии Time Live мы записываем интервью с Дмитрием Курашовым, генеральным директором и основателем компании UserGate. Дмитрий, привет! Да, привет, Илья! Сегодня мы поговорим о сетевой безопасности и не только. В первую очередь хочется, конечно, поговорить о том, как изменился рынок в сетевой безопасности. Я думаю, что все, наверное, считают, что компания UserGate стала одним из основных бенефициаров что ухода зарубежных вендоров с российского рынка в том году, что рынок сетевой безопасности, он традиционно был за зарубежными поставщиками. Как в связи с этим заменились ваши финансовые показатели, что удалось ли сильно вырасти? Ну, Илья, знаешь, мне очень, конечно, тут кажется правильным словом бенефициар, мне кажется, оно что-то другое обозначает. То есть я ощущаю, что мы просто, я не знаю, ну, в общем, на нас навалилась такая нагрузка, столько работы, столько ответственности, столько нервов. Вот бенефициар, это больше как-то, вот, я не знаю, вот такое, что-то расслабили, что-то здорово. То есть мы напряглись вообще нечеловечески в этой ситуации. Поэтому колоссальная нагрузка, ну, то, что она навалилась именно на нас, это, наверное, тоже не просто так. Потому что мы на рынке давно, и, в общем, тут все, наверное, имеет причину следственную связь. Вот, поэтому мы не бенефициары, но, безусловно, та компания, которая, ну, скажем, встретила данную ситуацию и очень сильно стала востребована. Открылось одно возможностей больших. Да, открылось, конечно. И возможности, и, повторяю, как бы, какой-то ответственности, нагрузки и так далее. То есть это для нас очень тяжело, прям очень тяжело. Но мы работаем. Удалось воспользоваться этим окном возможностей, вот если говорить уже о финансовых показателях? Ну, конечно, все стало очень сильно расти. Ну, знаешь, как бы у нас на самом деле ничего так уж кардинально не изменилось. Потому что мы росли уже несколько лет со скоростью, там, два с половиной, три раза в год. Ну, в прошлом году выросли почти в четыре, что, в общем, ну, больше. Но это не то, чтобы вот как бы сидели на ровном плато и потом раз и выстрелили. То есть у нас вот эта вот кривая роста, ну, в общем, она существует с тех пор, как мы выпустили наше NGF-вое решение. То есть мы, по сути, на рынке, на нем оказались, ну, в семнадцатом году так. Это еще, конечно, что-то сырое было. Ну, по сути, у нас вот идет поступать на семнадцатый, семнадцатый, там, девятнадцатый и так далее. До двадцать третьего года это вот, ну, колоссальный рост. То есть, ну, знаешь, это уже по совокупности за все эти годы, это уже не десятки раз, это уже ближе к сотне. Вот. Поэтому прошлый год, конечно, тоже был годом роста и чуть большего роста в разах, как бы, чем предыдущие годы. Но мы вот к данной ситуации, ну, я имею в виду состояние вот такого постоянного раскручивания нашего маятника, маховика, мы, в общем, уже даже, можно сказать, и привыкли. Хотя тут стало потяжелее. Вот ты сказал, что помимо возможностей, да, которые открылись, на самом деле это был период таких очень, как бы, серьезных усилий. Но, в первую очередь, с чем они были связаны? Потому что со стороны, ну, как бы, кажется, что вот к тебе идут толпами клиента, только продавай. Если решение есть, то ты, соответственно, загружаешь и зарабатываешь, и все, как бы, замечательно. В чем, как бы, сложности, что были? Ну, вот именно как со стороны руководителя бизнеса? Ну, мы же не абы что продаем. Мы продаем сложнейшую вещь. Мы продаем средства сетевой безопасности, которые работают в крупнейших организациях, в крупнейших сетях, которые эта безопасность должна обеспечивать, должна обеспечивать, которая должна справляться с большими потоками информации, трафика. И те, кто к нам приходят, пришли, приходят, будут приходить, это крайне востребованные заказчики. Они привыкли работать с очень неплохими зарубежными решениями, и никто к нам не пришел вот так вот истеря, ну, типа, без вариантов, только вас можно брать. То есть всем нужно получить решения, которые адекватны их потребностям, которые, как минимум, сопоставимы с теми решениями, которые использовались до сих пор ими. Поэтому к нам пошел поток, не то, что там поток денег, а пошел поток заказчиков, которые привнесли громадное количество требований. И требований очень жестких. И никто, кстати, из них не собирался и не собирается их как-то понижать. У нас очень много обязательств именно по обеспечению, ну, определенного уровня и функциональности, и производительности, и безопасности. И это все породило колоссальную нагрузку на абсолютно все подразделения нашей компании. Это нагрузка не только на отдел продаж, это нагрузка, прежде всего, на техническую поддержку. Ее стало в разы больше. Это нагрузка на разработку, на тестирование. Это нагрузка на логистику. Это нагрузка, в конце концов, на HR, на кадровую службу. Мы просто открыли безумное количество вакансий, но, опять же, мы не можем брать всех подряд. То есть у нас крайне высокие требования к кандидатам. И очень трудно бывает найти подходящих ребят. В конце концов, открылось еще одно направление, которое раньше, ну, мы о нем, конечно, думали, но оно не было столь актуально. Это то, что мы называем Академией UserGate. Дело в том, что на рынке очень большое количество специалистов в области информационной безопасности, которые имеют замечательную квалификацию по зарубежным решениям. Да, ЦИСКО та же самая, да? Та же ЦИСКО. Они закрыли свои все соответствующие заведения. И Фортинет, и Чекпоинт, и Пало-Альта. Громадное количество людей, тысячи, можно сказать, ИБ-специалистов учились этим решением года, а то и более десяти лет. Имеют колоссальный опыт по ним, колоссальную экспертизу. Тут в одночасье так получилось, что многим из них пришлось, ну, в общем, можно сказать, переучиваться на UserGate. И это очень непростой процесс. Потому что, когда человек к чему-то очень долго привыкает, естественно, что не так легко перейти на что-то менее привычное. Не факт, что на что-то уступающее, но просто не настолько привычное. И мы сразу осознали, что одной из важнейших наших задач является создание сообщества профессионалов UserGate. Соответственно, в разы возросла значимость обучения специалистов, значимость наших курсов, различных академических программ. Могу сказать, что во многих сейчас ведущих учебных центрах мы являемся, ну, курсы по UserGate являются номер один по популярности. То есть востребованность именно на знания по UserGate сейчас колоссальная. А для того, чтобы обеспечивать, удовлетворять эту потребность, необходимо с нашей стороны, соответственно, обеспечивать материалы, курсы, программы, экспертизу, как-то это контролировать. Вот, в общем, это сейчас одна из приоритетных для нас задач, именно поддерживать развитие такого сообщества. Опять же, необходимы информационные ресурсы, какие-то, я не знаю, порталы, форумы. И вот все это понадобилось резко и сразу, а сделать это сразу, моментально, ну, увы, нельзя. Поэтому у нас вот громадное количество обязательств, которые мы максимально быстро выполняем. Но это большой труд, большая ответственность, большая нагрузка. И все это занимает время. По поводу обязательств, они же выливаются тоже в конкретные сроки поставок. А в том году многие цепочки поставок порушились. Да, вот как, что вы решали, что эти проблемы, потому что, в отличие, например, от чисто классических софтвердных стендеров, у вас все-таки программно-аппаратный комплекс, да, это железо, надо везти, это нужно собирать здесь. Вот здесь как преодолевали сложности? Ну, я могу так сказать. Сейчас, конечно, не принято говорить, как решали. Главное, что решали. Но отчасти, ну, позитивным моментом было то, что мы имели очень неплохие запасы. То есть в 22-й год мы вошли с реально хорошими запасами, которые, как нам казалось, достаточны для покрытия большого такого временного отрезка. Потом стало понятно, что их не хватает, потому что, во-первых, и спрос вырос, во-вторых, из-за нарушения вот этих всех логистических цепочек сроки, собственно, поставки нашего оборудования со стороны, так сказать, соответствующих производителей, они очень сильно изменились, выросли. И, в общем, ну, все было очень напряженно. Мы весь 22-й год этот вопрос героически решали. Слава богу, решили вопросы и с поставщиками, и с цепочками поставки, и со сроками. Бывали некоторые напряженные моменты по именно срокам поставки, но вот степень напряженности, она такая была умеренная, я бы так сказал. То есть это никогда не было такого, что мы не можем поставить. Была и серия, ну, подождите месяц, ну, подождите еще сколько-то. Ну, вот не хуже этого. То есть это все было в неких разумных рамках, и, слава богу, мы все свои обязательства исполнили. В общем, сейчас уже у нас, вот я на нашей конференции об этом говорил. К сожалению, у тебя не было так. Да, я, к сожалению, не попал, я смотрел в записи. Ну, вот. Но я говорил там, что у нас 6 тысяч платформ на складах вот реально в наличии. Сейчас, наверное, их еще больше. Вот. То есть закрома мы сумели наполнить. Хотя, конечно, это был сумасшедший вообще период. Знаешь, я столько нового в жизни узнал. Вот. Я узнал, например, у различных вот таких вот перемещений грузов между разными восточными странами, о которых я даже представить себе не мог. Я сейчас знаю все порты на Черном море. Вот. Я знаю, по каким приложениям следить за погодой. На Черном море есть ли шторм или нет. Какие есть размеры различных судов и как они могут разгружаться там, условно, в Новороссийске или там где-то еще. Там столько такой интересной информации пришло. Вот. Ну, слава богу, вот я говорю, вот эти детали, наверное, никому особо не интересны. Вот. Главный сам факт, что проблемы были, но мы их, в общем и целом... Много нового опыта. Я хочу еще для наших зрителей отметить, что Stusergate стала одной из первых компаний, ну, мне кажется, наверное, первой, да, на рынке сетевой безопасности и среди российских рендеров, кто стал инвестировать в разработку собственных электронных компонентов. Как обстоят дела с этим сейчас? И близки ли мы к тому, чтобы сказать, что мы уже здесь практически ни от кого независимы, полностью планицы мы можем собирать на территории России, собираем уже? Я так скажу, что однозначно мы очень сильно зависим. Вот. Вопрос в том, от кого зависим. То есть, что бы мы ни делали... Вот давайте так, самое главное, у нас своя схемотехника. У нас есть свое производство, ну, как свое контрактное на территории России, в Санкт-Петербурге. Мы все, что возможно делать здесь, в России, мы делаем здесь, в России. Вот. Но, увы и ах, компоненты, они все не российские. То есть, у нас, вот, знаешь, вот, иногда это кажется плохим юмором, но даже эти винты, они китайские. Понимаешь, вот, вот самые простые вещи, ну, я не знаю, вот, колоссально трудной задачей было производить корпуса на территории России. Да, кстати, казалось бы, да? Казалось бы, железка, все, ну, с дырочками какими-то. Вот. А там дальше смотришь, качество, все же очень привыкли к хорошему. А там вот не то покрытие, не те углы, какая-то неаккуратность, что-то люфт, какие-то там эти расстояния гуляют. Элементарные вещи оказались очень трудными. Естественно, мы зависим от компонентов. Механизмы пути поставки компонентов также изменились, потому что с нашего рынка ушли очень многие дистрибуторы, через которых все замечательно работало раньше. Мы, в общем, тоже были отрублены, так скажем, от определенных наших деловых отношений с различными поставщиками, ну, которые имеют западные главные конторы. Вот. Где-то был закрыт доступ к какой-то информации, к документации. Ну, то есть проблем было миллион вообще. Я не могу сказать, что они все решились, но все, так скажем, критичные, которые, проблемы, которые, ну, непосредственно влияют на нашу работу, они были как-то купированы. Я представляю, сколько нервов и времени, кстати, не было вот эта вот перенастройка всего бизнеса. Я прям, наверное, это было очень сложно. Вообще непросто. Да, ну вот сейчас, что интересно, сетевая безопасность и рынок НГФВ, как его теперь, да, уже, наверное, принято называть, становится одним из самых высококонкурентных, что мы как-то считали, и оказалось, что если смотреть там по реестрам, там уже больше 20 так называемых российских НГФВ, хотя, с нашей точки зрения, что большинство из них не являются никакими, ни с НГФВ близко, вот, но все равно уровень конкуренции очень сильно растет. За счет чего, вот, ты видишь, компания, что Ежгель здесь серьезно выделяется, и за счет чего получится и получается успешно конкурировать? Ну, мне кажется, из этих 20 заявивших о том, что они, значит, сейчас будут делать НГФВ... Да, еще сколько делают, кстати говоря. Да, делают, да. Там конкуренция, скорее, за получение государственных средств. Вот, это, ну, объективно, если продукта нет, надо его на какие-то деньги делать, ну, компании встают в очередь, давайте это все профинансировать. Вот там вот точно есть конкуренция. А для того, чтобы говорить о конкуренции на рынке, все-таки необходимо иметь работающее качественное решение. И здесь конкуренция, там, мягко говоря, и близко к 20 компаниям не идет, потому что, ну, по сути, на рынке есть, ну, я не знаю, несколько вендоров российских, которые вообще предлагают хоть что-то. Вот, поэтому, ну, я не знаю, как комментировать вот наличие 20 производителей НГФВ, ну... У реальной конкуренции это такой... Ни у кого же его нет. То есть, они приходят, кто-то говорит, что в 24-м году сделали, кто-то в 26-м, вот, кто-то говорит, что вот у нас что-то есть, что можно переделать. Ну, ну, там масса всяких сценариев, но это не означает, что данная компания становится после этого каким-то конкурентом на рынке. Да, ну вот, ты, кстати, сказал про качество, и часто слышу там от ваших спикеров, что юзергейт наиболее зрелое такое качественное российское решение. А в чем, с той точки зрения, вот эта зрелость, это качество, можно пощупать, в чем оно выражается для заказчика? Ну, для нас оно выражается в болях, в шишках, в различных стрессах, в ситуациях, когда мы падали, вставали, шли дальше, в бессонных ночах нашего, нашей службы техподдержки, в решении каких-то аховых ситуаций. То есть мы получили такой громадный опыт, такое количество кейсов, не знаю, каким русским словом заменить, это, ну, случаев различных инцидентов, с которыми мы имели дело. Мы получили колоссальный опыт еще в те времена, когда нас, скажем, воспринимали иначе, когда мы приходили к заказчикам весьма избалованным, и нас так иногда нехотя, иногда из-под палки просто там где-то пилотировали, валили на нас, в принципе, ну, скажем так, обвиняли нас во всем, в чем только можно. То есть где-то мы реально были виноваты, где-то не были виноваты, бывали проблемы с инфраструктурой заказчика, с тем, что не разобрались, не спросили, еще что-то. В общем, вся вот эта большая боль, это был большой опыт, и, ну, это так просто не пройдешь. То есть это вот, знаешь, вот то, что было в реальных сетях, в реальных заказчиках, это у нас история тянется как минимум с 17-го года, даже в 16-м что-то началось. То есть это там, ну, где-то 6 лет вот опыта именно реальной эксплуатации, реального развития, реальных доработок, вот какие-то конкретные ситуации. Сама разработка, мы недавно вот тут как-то смотрели нашу систему управления разработкой, в общем, первая задача возникла, я уж не помню, в ноябре или в октябре 2009-го года. Да, то есть история, она началась еще тогда, в общем, колоссальный путь пройден. То есть сначала он такой был более скрытый, мы делали что-то внутри компании, вот с 17-го года это уже вышло наружу. Я помню, вот сам лично ездил по очень многим, ну, чаще даже не заказчикам, по интеграторам, и тогда они очень удивились, что какая-то компания российская вышла и говорит, у нас тут UTM, там, NGFV, это было достаточно странно. Вот, но, в общем, самый главный здесь опыт, потому что, понимаешь, там мы тоже очень много узнали. То есть поначалу наши какие-то собственные концепты, продукты, несмотря на то, что мы очень сильно изучили все западные решения, естественно, много чего сразу мы не осознавали, не понимали, и постепенно, от случая к случаю, причем у каждого заказчика по-разному, мы сталкивались с какими-то уникальными ситуациями, с которыми, ну, не знали, что можем столкнуться. И получается, вот тут вот под одно подстроение, там под другое. Да, но, что это не только продукты, а еще и экспертиза, которая за ними стоит, да, и здесь как раз важен тот самый опыт, о котором ты говоришь, и сопутствующие сервисы, которые предоставляются вместе с этими продуктами. Что вот вы сейчас сможете для заказчиков предложить, в чем эта экспертиза может быть выражена и прочувствована? Ну, развитие экспертизы, это наша сейчас одна из ключевых задач, безусловно. У нас за последние годы сложился потрясающий уже отдел именно по работе с инцидентами безопасности. То есть у нас есть замечательная экспертиза в этой сфере. Мы мониторим актуальные угрозы, мы их анализируем. Мы, кстати, у нас сегодня, вот я слышал, сейчас из офиса выезжал, новости будут. Вот конкретно сегодня горяченькое что-то вот прилетело. Высокие потом дадим обязательно. Да-да-да. Так что сегодня ждите новостей на эту тему, не успел еще вникнуть, но точно есть. Вот. Это уже такая довольно немаленькая команда профессиональных людей, которые этим занимаются полностью. Экспертиза бывает разного рода. Например, для нас колоссальной важностью стала экспертиза собственная, внутренняя, в области тестирования собственных средств на предмет не только безопасности, но и производительности. Собственная лаборатория тоже, да? Собственная лаборатория. У нас сейчас есть потрясающие стенды, уникальные, можно сказать. То есть стенды, на которых можно гонять трафик до 200 гигабит в секунду. Это серьезная довольно величина. Мы, слава богу, вложили в это приличные средства, потому что это очень дешевое удовольствие. Вот. В общем, наращивание экспертизы – это просто ключевая наша задача. Мы это делаем, делаем и будем делать больше. Да, сейчас очень модно стало говорить об экосистемности, экосистемах. И что я буквально на днях тоже, когда готовился к интервью, читал информацию на вашем сайте, как оказалось, что вы тоже недалеки от этого и тоже строите свою штыкосистему. Как вот ты понимаешь суть экосистемности и каково здесь ваше прочтение вот этого термина? Ну, смотри, самое простое – это считать экосистему просто набором каких-то решений. Но мы стараемся идти намного дальше этого. Ну, самое простое – набором продуктов, набором решений, наверное, чуть посложнее. Мы идем от процесса, от задач. То есть, вот давайте подумаем, что нужно компании. Есть, мы не знаем, любая организация, большая сеть, центры обработки данных, там, клиенты, сотрудники, данные. Безопасность, она имеет колоссальное значение. Особенно сейчас, когда различного рода рисков угроз стало намного больше. Вот, поэтому общая задача – это, собственно, безопасность. Защита, контроль, ну, много таких аспектов. Для нас экосистема – это некий процесс решения всех вот этих актуальных проблем компаний в целом, отделов подразделения информационной безопасности в частности. То есть, мы идем от требований, от необходимости, так скажем. Тут выясняется, что нужно одно средство к нему, другое – дополнение, развитие и так далее, и так далее. То есть, по сути, предоставляя не один продукт, не одно решение, а уже целую экосистему, ну, целый спектр, мы в чем-то ведем заказчика по пути, ну, скажем так, развития, совершенствования своих средств информационной безопасности. Поэтому для нас экосистема – это, ну, некий процесс улучшения всех потребительских качеств IT-решений и B-решений. А не получится так, что на рынке все будут делать одни и те же системы, одни и те же, не знаю, агенты, одни и те же, там, еще какие-нибудь анализаторы сетевого трафика, анализаторы событий, там, и бог знает что еще. Ну, то есть, такое, как бы, дублирование, что вместо того, чтобы с друг другом интегрироваться, все будут, как бы, дублировать то, что уже есть там у конкурента, что условно. Ну, смотри, мы на самом деле думаем, что данная ситуация, данные изменения – это хороший повод, хороший момент для того, чтобы изменить отношение к информационной безопасности. Что я имею в виду? То есть, мы во главу угла ставим именно вот процесс, то, что необходимо решать комплексную большую проблему. Какими средствами, как это уже прилагается. Поэтому, повторюсь, для нас крайне важна роль обучения, роль академии, роль профессионалов именно по информационной безопасности. То есть, мы хотим, чтобы с нами, чтобы у наших заказчиков работали реально умные, грамотные профессионалы, которые будут понимать проблему в целом, которые будут подбирать свои и бы решения так, чтобы обеспечивать абсолютно реальную безопасность. Мы не говорим, что это обязательно должны быть только наши решения. Мы говорим о том, что об этом надо думать. И надо обеспечивать их взаимодействие, интеграцию и так далее. Вот видишь, смотри, что еще, мне кажется, можно изменить сейчас? Что происходило раньше? Раньше можно было приобрести дикий зоопарк каких-то лидеров рынка. Интеграции там почти не было. Да. И вроде как это, знаешь, как поговорка старая, что никто никого не уволил за покупку решений компании IBM, ну, допустим. И можно было набрать топовых вот этих вот решений, дорогущих, там за кучу денег, их вот поставить. Бог его знает, как они там взаимодействуют, что между ними творится, покрывают ли они реальные потребности безопасности. Я уж молчу про то, кем они управляются, кем они обновляются и так далее. Это отдельная тема. Вот. И вроде все молодцы. И, ну, никого уже за это не поругаешь, что там какие-то наставили. Вот. А мы сейчас как раз выступаем за то, чтобы в данной ситуации, когда старая система, ну, по-любому ломается, необходимо привнести что-то новое. И в этом очень важная роль офицеров информационной безопасности. То есть они должны переосмыслить все свои процессы, переосмыслить все свои проблемы в области информационной безопасности. Они должны, используя данную ситуацию, построить реально безопасные, интегрированные решения. И вот для этого как раз экосистема – это крайне важно. А не просто набор вот этих вот каких-то дорогих топовых, ну, фоношильдиков. Вот так вот. Да. А что если говорить о свежие суммы, каково ее дальнейшее развитие? И как ты видишь здесь, может быть, увеличение вот этих вот компонентов внутри суммы, да, которые будут эту экосистему расширять и развивать? Ну, по сути, мы исходим от потребностей заказчиков, а у нас их много. Мы их слушаем, мы понимаем, что им надо, мы делаем как раз то, что им надо, и понимаем, что у нас еще пока не все есть. Вот. У нас разработчики любят говорить, что у нас все есть, но не все готово, не все доделано. Вот. Поэтому это, безусловно, то есть мы занимаемся информационной безопасностью. Мы расширяем там некий спектр наших решений. Мы очень хорошо можем работать с трафиком, с инцидентами. У нас сейчас есть отличная экспертиза по анализу. Вот. И, ну, как будет развиваться, дополняться новыми продуктами. А планируете ли вы сделать эту экосистему, ну, в каком-то мере, может быть, что открытой, да, вот как в свое время сделал там, что упомянутый, что IBM, да, их архитектура была открыта, и к ней как бы все потянулись. Ну, может быть, те, кто там делает какой-нибудь хороший ИДР, или те, кто делает там какой-то антивирус, например, они могли бы стать частью вашей открытой экосистемы и в том числе получить как бы доступ к определенным заказчикам. Он бы тоже за счет этого какие-то кусочки бы закрыли. А мы так и делаем. То есть мы открыты для сотрудничества. К нам сейчас все чаще и чаще приходят компании, которые заинтересованы в этом. Их тоже заказчики просят об этом. Ну, в частности, с лабораторией Касперского мы замечательно сотрудничаем. У нас, например, нет своей песочницы, у них есть. Мы замечательно с ней интегрируемся. Поэтому в ответ да, с удовольствием. Это интересно. Кстати, хотел еще про аутсорсинг, что в этой сфере спросить. Очень активно он сейчас развивается. Я здесь вижу несколько таких фундаментальных причин. Нет кадров, есть дефицит железа, дефицит мощности опять-таки, что это подталкивает. Плюс для кого-то это просто дешевле, да, есть некая экономическая составляющая. Как ты смотришь на безопасность как услугу и планируете ли вы, может быть, идти тоже в этом направлении, может быть, с кем-то из партнеров в тендеме. Я знаю, что, например, Solar уже работает на базе ваших решений. Но, может быть, еще какие-то свои вы будете услуги оказывать из облака, например. Так у нас это целое направление. Мы работаем и с Яндексом, и с МТС, и с Ростелекомом, и Билайн. В общем, у нас практически, наверное, все такие облачные платформы, которые сейчас предлагаются в России, они с нами, мы с ними, мы сотрудничаем. И, кстати, я скажу, это стало во многом более даже востребовано год назад. Почему? Потому что потребность безопасности стала еще более острая, доступность многих решений, скажем так, понизилась или исчезла. А это быстрый такой переход, быстрый путь, быстрое решение вот этой задачи, этой проблемы, так раз, ну, как это вот, без КАПЕКСа за счет ОПЕКСа. Вот, поэтому это стало очень актуально востребованным. Потому что не все быстрые вот так вот трассы могут произвести интеграцию сложного решения, там, класса НГФВ. Поэтому облачный вариант, он имеет очень свои такие сильные стороны. У меня со стороны создается впечатление, что мы как отрасль, да, например, как рынок сетевой безопасности в частности, занимающийся тем, что во многом копируем и делаем то, что те же самые, там, что американцы или что европейцы, ну, что неважно, уже давно сделали, да, то есть мы их как бы в какой-то, что-то мере догоняем, да. А есть ли место здесь для каких-то, действительно, инноваций, прорывных каких-то идей? И если говорить, там, на перспективу, там, может быть, там, пятый и шестой год, сможем ли мы выйти, может быть, там, на какие-то дружественные страны с конкурентными на мировом рынке продуктами? Ну, смотри, что касается догоняем, вот вообще не хотим никого догонять, то есть мы идем своим путем и, конечно, очень хорошо стараемся разобраться с тем, что было до нас, но, знаешь, как бы начать позже, это иногда возможность. Ну, я не знаю, взять вот в России, кстати, много хороших примеров, какой-нибудь финтех наш, вот я считаю, он намного круче, чем во многих, там, западных странах. Почему? Потому что они вот привыкли чеками расплачиваться, расплачиваться, они расплачивались чеками. У нас их не было, у нас с нуля, и намного быстрее мы некоторые этапы прошли. Это просто возможность. И дай бог нам, там, другим игрокам рынка этим воспользоваться. Не будет вот этого легоси, да, всего? Да, да, да. Даже вот если брать непосредственно наших конкурентов, вот этих западных, ну, знающие люди, я думаю, поймут, о ком я, да, то есть, например, родная компания сейчас 90-х годов существует и развивается. Вот, потом пришли, там, во многом ее выходцы, там, основали другие компании, они, ну, во многом превзошли их просто за счет того, что не было вот этого легоси. А что касается дружественных стран, безусловно, это одна из наших целей и задачи. Безусловно. Ну, да, Штрости, конечно, большой рынок, но чтобы выстраивать конкурентные технологии, я лично думаю, что этого недостаточно, и все равно, как бы, нужно рынки расширять и идти куда-то дальше. Ты знаешь, что даже слово не то, чтобы недостаточно, это просто серия, вот, как бы, естественно, вот, просто вот, ну, хочется, вот. Думаешь, а как иначе? Обязательно. Хорошо. И в свершении я хотел бы с тобой уже, там, поговорить на темы такие более личные, да, подготовил несколько вопросов. Я помню, что познакомились мы достаточно давно, да, мне кажется, может быть, даже лет 15, что же назад, не помню, какой это был год. И помню еще компанию под прежним названием, вот, то, что ты сказал, да, вот, было определенное предубеждение к всему российскому, и не было вообще еще там у вас даже и сетевых, и сетевой безопасности, как таковой, да. И приходилось конкурировать, как ты уже говорил ранее, с крупными зарубежными компаниями. Ставка на НГФВ вот в 2017 году, да, или чуть раньше, это был холодный расчет тогда, да, или это такое предпринимательское везение во многом, да, что ты поверил, что вот этого нету, и мы будем это делать. Слушай, ну, ты знаешь, вот где-то вот такая постановка вопроса, не совсем соглашусь, то есть, во-первых, вот по ощущениям в те времена, когда мы с тобой познакомились, ну, знаешь, я не могу сказать, что мы конкурировали, ну, мы конкурировали с зарубежными, но совсем не с теми, с кем сейчас. Ну, или давай так, с кем конкурировали в 21-м, в 20-м году. Ну, совсем не с теми. То есть, я думаю, о нас и не знали даже ничего. Ну, там, да, были какие-то свои локальные бои и так далее, но это совершенно другой какой-то уровень был. Да, хотелось сделать что-то большое, что-то великое. Ну, замахнулись мы на это. Достаточно, наверное, дерзко это было. В общем, честно скажу, было достаточно мало ресурсов, средств, вот, чтобы это все обеспечить. Но многие, я думаю, даже не верили там о том, что это вообще возможно. Конечно, многие не верили. Вот. Были, кстати, у нас несколько там проектов, которые несколько лет пожили и не состоялись. Сейчас уж там не хочется вспоминать то, что было 15-12 лет назад. Вот. Но здесь была большая вера, большая такая упертость. Вот. Мы вот как-то в это дело вписались. Честно, трудно анализировать. Может, там время еще пройдет, как-то мы поймем. То есть, знаешь, как бы с одной стороны вот эта упертость была, с другой стороны, была большая экспертиза. У нас замечательные разработчики, без них ничего бы не получилось. И мы в них очень верили. И, в общем, ну, если бы их не было, ну, бессмысленно говорить о развитии чего-то такого существенного. Ну, и удача, наверное, тоже была. Вот часто бывает, что ты на интуиции ждешь вот то самое штакно возможностей, да, и понимаешь, что, наверное, оно в ближайшее время появится, и мы будем к этому готовыми. Вот на уровне интуиции у тебя было такое, что вот, ну, уж надо это делать, что рано или поздно мы станем здесь, там, одним из лидеров, когда, может быть, там, из урбежного что-то уже не будет или нет. Ну, ты знаешь, тут вопрос в том, какие это возможности. Потому что возможности бывают разные. То есть вот если там будет какая-нибудь возможность взять и кому-то что-то за вообще громадные деньги... Ну, в общем, для нас главное, чтобы возможности, которые нам предоставляются, они были технологическими, были вызовами технологическими. То есть когда к нам приходит какой-нибудь там заказчик, там, я не знаю, банк замечательно известный, или, я не знаю, какая-нибудь там крупнейшая корпорация, и они говорят, а нам нужно вот это. Когда нам там условно говорят, что нужно обработать 800 гигабит в секунду трафика, вот это для нас возможность. Потому что волосы, думаю, встают, думаешь, ну, как вообще это, нереально там, трудно. Но вот попробовать это сделать, это возможность. Вот, а бывают возможности просто взять там к чему-то, как-то, я не знаю, прислониться и там заработать много денег. Вот еще раз подчеркну. Нас интересуют возможности, которые требуют, являются какими-то вызовами с точки зрения технологии. Вот эти возможности интересны. Да, это всегда, что интересно, были какие-то сложные моменты вот на этом пути, когда хотелось все продать и заняться чем-то другим, да, потому что, что я знаю, что некоторые крупные компании, общался с ними, да, и многие такие, какие-то даже кусают локти и говорят, вот, если бы мы бы и знали, мы, может быть, бы там и провели переговоры, и кого-нибудь из тех стартапов, может быть, купили бы, да, а сейчас уже, ну, как бы не купишь так просто. Ну, может быть, ты и не продашь, да? Нет, конечно, я не продам, это раз... Я тебе так скажу, что, ну, во-первых, не было такого, что вот руки настолько опустились, что хотелось все продать и заняться чем-то другим, то есть моменты были тяжелые, но вот так, чтобы вот прям вот уйти никогда не было. Но если бы, скажем так, если бы вот были такие моменты, когда это могло бы быть, когда, может быть, там другие люди бы так вот захотели бы продать, вот когда могло захотеться продать, никто не хотел купить. Это точно могу сказать. То есть когда очень нужны были деньги, никто их не предлагал. Все стали предлагать только, когда они уже перестали быть нужными. Вот такая суровая правда жизни, я даже так вот для себя какой-то жизненный урок излег. Интересно. Ну, сейчас все выглядит для Штильзер Гейта достаточно радужным. какая сейчас у тебя вот как у предпринимателя мечта, да? Вот что бы ты хотел через там несколько лет или, может быть, там по прошедшей декады видеть, чем гордиться? Хотелось бы довести до максимума то, что мы делаем, в каком плане? Хотелось бы сломать какие-то очень такие закостеневшие шаблоны. Вот. Вот когда... Я буду очень рад, очень счастлив вот ощущать, что мы, наша компания, наша команда, мы в умах многих людей, которые вот в нашей сфере сломали какие-то шаблоны. Именно шаблоны мышления, шаблоны восприятия. Чтобы они раньше думали, что это быть не может, а оно вот получилось. Я думаю, что во многом это что же получается, да? Я думаю, как минимум, что несколько стереотипов, что российские программно-аппаратные комплексы вообще работают, и их можно же покупать, да? И они же развиваются. Это казалось, мне кажется, каких-то там 5 лет назад чем-то нереальным. А сейчас мы живем уже в этом мире. Я думаю, дальше будет еще лучше. Я желаю тебе здесь успехов. Думаю, что все должно получиться. Это был Дмитрий Курашов на IAMLive. Если вам понравилось это интервью, обязательно ставьте лайки, пишите свои комментарии под этим видео. Всего вам самого безопасного. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова